Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю притесилися в ней, и очистины, и всякие скверны, и спаси блажей души наши. Отец наш Небесный, Господь и Бог, мы просим благословения во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мысли наши были о горнем, о вечном. Устрой дела нашего славы Твоего Святого имени. Господи, благослови нас, и пошли нам все необходимое для благовестия, чтобы люди узнали о Твоей жертве Голгофской, чтобы они сами это приняли, не видя обряда, традиции, но уверовали в Тебя, как лично за них умершего Спасителя Иисуса Христа, за каждого из нас, пролившего свою причистую кровь на Голгофе. Хвала Тебя за Дух Святой, который научает, вразумляет, врачует и обличает. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь. Сегодня необычно так освещать машину, и пока освещали, половину уже разбежались. Надо было решетку ставить там. Быстренько. Не мы, они знают, никто им не сказал. Виноват, это мы. Я думал, где сегодня люди будут сидеть, а получилось, что скамейка свободная. Поплотнее, сядьте туда. Сдвинь ее туда. Она никак не пойдет даже. Голя, как будто сторонняя. Ну дерни ее на себя, малейко. Товерь, человек не дополняет. Так, я просил с того помещения сюда прийти. Сначала дети пусть зайдут. Сюда детей всех до одного. Посмотри сейчас больше. Быстренько всех ребятишек сюда. А сюда быстро идти их. О, давайте посмотрим на них. Ко мне сюда побежим. Кто у вас самый старший из вас? О, и нафа. Вот это вот мне сестра прислала, я где-то спрятал и забыл. Это называется пастила. Яблоки, вишни, абрикосы. И они тонким слоем там варят или как-то. А потом целлофан. И вот такая тоненькая, ровная, я называю подошва. Но у меня охота здесь было в Сибири сделать. Я тоже пошел ранее так нарвалом. Абрикосов нема. Вишни нема. Сливы нема. И поэтому у меня еще и свамели их. У меня получилось пастила толщиной в палец. И сушить ее не просушишь. Но все-таки мы просушили. Это просвали, кому надо, вот возьмете. И вот получилось, что и это тоже ребятишки любят. Я даю ей нафиг. Она между вами разделит. Они очень вкусные и полезные. Это в чистом виде витамина. Поняли? Мы должны обеспечивать это новое полщище. Доброе, святое. Это будущее нашей благовестники. Пока идите. Сюда. А где Галя? Галя где? А у меня. Быстренько сюда. Я же сказал, всех сюда. У нас сегодня необычно, потому что сразу после богослужения, я думаю, после, когда собрание проведет, батюшка говорит, чтобы не разоблачаться ему и опять не одеваться сразу. А сразу он не готов. Потому что там его тепло, а на улице холодно. Вместо одной машины много оказалось. Другие мне посвятили. Мне оказалось на неосвещенных машинах ездить. Я даже предположить не мог. Безбожники и те понимают много опасности, много аварий и стараются осветить. Уж как помогает, статистику, думаю, никто не ведет. Но наши таверующие знают, что освещенные, не освещенные, это очень большая разница. Уверенности даже у тебя никакой нет, что все у тебя будет как есть. Ну, батюшка вышел, посвятил. Дальше. Это нам на благовестие надо было. Звали, Игнатий Игнатьевич. Так, сюда. Да, звал сюда. Прямо здесь был. Так, батюшка, смотри, я тебе дам, посчитай, что здесь есть. Вот это вот. И мне скажешь, сколько. Это деньги. Сядь, глядя, сюда рядышком. Убрать это все. Кое-что приходится делать в торопях. Значит, я могу посчитать. Ну, помоги, возьми, посчитай там. Что у вас будет здесь? Однажды один проповедник говорит, следующее наше занятие будет о лжи. Очень серьезный вопрос. Потому что дьявол есть отец лжи. Самый маленький галошадный бессиненок в рот залез. На языке уже сидит или под языком крутит свою пленку. У него своя программа. Это не трудно понять. Поэтому такие знатные люди, которые умели с детьми обращаться, как Николай Иванович Пирогов, знаменитейший хирург. Его спрашивали, кем хотите, чтобы сын был ваш? Он говорит, с человеком. И он говорил, нет ничего труднее воспитания юношества. А моя мама говорила, моя мама, у нее 10 ребятишек, живых только было. Самое трудное, это молиться и с детьми водиться. А у нас ребенок родился, бабушка мил с бабушкой. А у бабушки один, у дедушки один. И получается один на всех. И всем он дает жару. И в получку, и без получки. А если бы на всех было 10, наверное, разговор шел бы другой. И вот он, загибая пальчики, говорил, вот это вот главное, это бога любить. Вот это начинает ближе. И когда до миссий, до дезинчика доходил, такие как я, маму, скаминский, они все одинаковые. И он повторял, не лги. Никогда не лги. Никогда не говори неправды. У меня в лагере дисциплина под контролем. Все. Там много растет крапивы. Родители ознакомляются, расписываются. Некоторые дети пробыли у меня 18 лет в лагере и ни разу не были наказаны. Я даже удивлялся, как они. И мне казалось, что все помаленьку получают. Нет. Однажды отправляю на Украину. И они сели уже в вагон. Я спрашиваю тебя, сколько раз, пока дверь открыта? Скажи. Ни разу не наказали. Как же не наказали? Он говорит, неужели ты не виновен ни разу был? Ни разу. Вот такие дети есть. Он ни разу не солгал. Я ребенку многое прощу, кроме лжи. Я обязательно накажу. И старое приложу. И виновность умножу ровно 10 раз. Если один горящий, солгал 10. И они у меня 10 сами бегут и говорят, я вот сделал то, то неправильно. Ну давай вместе помолимся. Наказания не будет. Ему наказания не будет. И вот один проповедник говорит, следующее занятие у нас будет о лжи. И поэтому, чтобы заранее приготовиться, я вам скажу, какие места писания считать. 17 главу Марка, посчитайте. А потом по ней будем беседовать. Хорошо, на следующее занятие. В воскресенье пришли. Он говорит, поднимите руку, кто подготовился к занятиям и читал 17 главу Марка, Евангелия от Марка. Почти все подняли. Он говорит, хорошо. Я правильную тему избрал. Дело в том, что у Марка только 16 глав. Какую же вы 17 главу читали, когда ее нет там? А все читали, руки подняли. Зачти их. Ничего не понятно-то. Я читал однажды, как следователь допрашивал одного баптиста. И говорит, скажите, вы знаете все, что в Библии, да, знаю, Бог открыл мне. Он говорит, скажите, а что в 67 главе написано у Исаии? Он говорит, ничего не написано, потому что только 66 глав там. Ведь у нас епископ не ответит. Исследователь сказал, судить его по другой мерке надо. Он не враг народа, никто. Но пришло время верующих подгребать, мы их подгребаем. Нужно видеть, где ты нужен. Понимаете? Мы считаем как? Я ему оказал помощь. А мы даже из другой стороны посмотреть. Радость не только сыну, что он вернулся, но радость и отцу, что он дождался сына и вернулся. Радость, что мне Бог представил возможность, поприще я могу кому-то оказать помощь. А Златоуст говорит, если бы все были одинаковые, и в речке не песок водой шевелился бы, а золотые россыпи, на ком бы ты показал свою добродетель-то? На ком? Если бы сатаны не было, с кем бы ты боролся? Кто бы тебе дал награду? Ну, вышел на ринг, а там никого нету. Ну, что бы этот Амельченко получил? Или кто там борется? Ничего. Поэтому и враг на месте, и все как надо. Вы знаете, раньше здесь был только один храм, по-кровски. Это улица Никитина, 137. Теперь он собором называется. И тогда много приезжало бабушек со всего края. И вот они придут в храм, помолятся, а дальше что-то на утро надо, а негде. И они по вокзалам, где попало были. Я это видел, подходил, подошел к настоятель, и говорю, а как? Нам запрещено, в ограде нельзя, домой же я их не возьму. Ну, и на этом кончилось. Тогда был Войтович, отец Николай Павлович. Я получал самую минимальную зарплату. Мне власть нигде не давала работать. Единственное, куда меня могли устроить, это вне ведомства, на охрану, и только в милиции. Под непрерывным, чтобы присмотром. Поэтому у меня пенсия сейчас повышенная, 5300. Уже два раза получил. 5300. Но я в голодный ни разу не ложился. Но тогда я дежурил сутки, а трое дома. А три дома? Три. Это значит, я на велосипеде заранее смотрю, где глина лежит, где песок подъезжает. Вам печку не надо? Надо одному делаешь, двое стоят рядом. Как делаешь? Под моим именем стали наниматься. А люди говорят, да нет, вы у нас сами делаете. А другие приходят и говорят, он не делает, он так нанимает, а мы делаем. Мы печушки. Печь делают неделю вдвоем. Я один делал, один, хозяев помогает. Две пищи за день. У меня заработок в день в один больше, чем на месяц было. А на работе, когда в настройке был, выработка была всегда 280-300 процентов. Это Бог дал мне, это не моя сила. Я заработал денег и храм 137, а рядом через два дома 147, Никитина. И там купили мы комнату, двухэтажный деревянный домик, очень теплый, хороший. Так, Надежда Васильевна, где? Не понял. Быстро я сказал здесь быть. Надежда Васильевна, как я зову, подруга моей жизни, жена моя. Пусть она стоит здесь сейчас. Стоит, как на часах. Посмотрите, как она слушает состень в своем артах сердца. Снимай себя, больше ничего не надо. Ты должна представить в полном величии. Стой здесь. что она думала покупать это на Никитина 137, квартира 1. Твоя идея была. 137, 137. Так, сколько ты матрасов куда-то туда мы привезли? Даже не помню. Не помнишь, сколько бабушек ночевала так? По 27, до 30 человек. Понятно, мы купили матрасов туда привезли и она на саночках привозила туда топливо. Я туда даже не заходил, только взял, купил, отдал и ушел. И вот я как-то один раз зашел, а бабки там зашептались, она говорит, хозяин пришел, хозяин. Сколько же там было молитв? А потом у нас там был храм. Мы там молились. Где алтарь был, там жил писатель дворцов Николай. Писатель, очень известный на алтае был. А потом у нас там был алтарь. Ну и когда случился пожар, в каком году пожар был? В декабре 2004 года. Я еще сплю, на пол пятого я завела будильник, а он прозвонил пол первого. Господь взял как? И никто меня, сгорело бы. Там звонок был же у нас, и никто даже звонок не позвонил, даже сосед. Вот я скажу, дальше как было. Я сдала, помолилась и опять спать завалилась. Свет выключила, легла спать. Сколько? Опять шум, стучат там, двери кричат, в окно что-то бросают. Думаю, хулиганы обступили нас. Так перепугалась. Смотрю в окно, а там, оказывается, народу полно, машины стоят, и пожарная машина стоит. Думаю, ничего не пойму. Я набросила пальтишко старенькое, эти маленькие старенькие. И скорее бежать, а все оставила, даже могла быть с собой кое-что взять, если бы я знала. дым в коридоре. Дым. Неужели пожар? Господи, погромче говори. Только поподробнее. И только успела я выйти, на минут 5-10 это прошло, как взорвалось, что баллон там у соседей. И наши сени как полыхнули. Я думаю, ну 5-10 минут, и я бы не смогла выйти уже в сени. Пришлось бы через окно прыгать. А соседка так и не смогла выйти, так мертвой осталась. Ее уже, мертвую, замерзшую, там лили, когда вода замерзшую. Дело в том, что ночью нам позвонили, а у меня тут был отец Павел, еще какой-то священник был, мы трое. Дом горит там. Ну дом-то дом. У меня там была самая большая библиотека, какую я привез и замерил. А пола, прямо от пола до потолка все стены у меня в книгах были. Я успела позвонить ему еще. Сейчас не перебивай. Не перебивай, хотя бы послушать. Мы туда пришли, правда, одна пожарная машина. Я говорю, почему одна-то? Горит монастырь. Одновременно загорелся монастырь. У меня в это время был суд с коммунистами, которые оболгали меня. Тут события, может быть, они не состыкаются, но они злобились ужасно. Что угодно могли сделать. Там сгорело, не знаю, две монашки, что ли. У меня один человек за стеной сгорел. Ну, ну и что, помолили, сразу пришли. Ну, и гляжу, дым, стол. А у меня там столько всего. А в сеночках там и спать можно было. И кроме того, у меня много было библии. И для слепых из Москвы привезено. Это все сгорело дотла. Ну что, к небу идет, давайте молиться. С дымом, как воскурение, все у меня восходит на небо. Бог принял. Мы спокойно помолились. Я взял с собой валенки, чтобы ее обуть. Забрал. Моя половина тремней. А где она? Нет тремней. Рассказал, будем здесь. У меня не отходили. У меня вы же нет. Ну и проходит сколько вот времени. Они, этот дом, там пять хозяев. Трудно, та была, что один хозяин не ушел никуда. Ему жить негде. Он внизу остался, нижний этаж целый. И он там в разные комнаты переходил. Николай, Олегович, Шевченко. И развел там собак у него много. И подступить с ним вот столько лет он тянул. Тогда можно было что-то взять. Сейчас, подожди. А то я, как дед Щука, не найдешь, где я вильнуку, И вот никак не могли его оттуда убрать. А как убрать? Ему надо жилье отдать. Его уже пытались там его ковыривать и побили даже за собак, за этих. Но наконец все сговорились. Я Надежде Васильеву сказал, как хотите, а я ушел. Но когда я сидел, в это время власти подкапались под домом. Раз у меня там квартира есть. Тогда была одна бабушка, одна она безродная, и я на нее перевел. Это мой ближайший друг был, бабушка. Она 10 дней не дожилась меня из заключения. Ей 75 лет, Бакланова Антонина Георгиевна. Но я понимал, что она может умереть. И сказал, ты сделай Дарстиную на двух моих племянников. Давид и Роман. Она так и сделали. Только сделали, она умерла. Видите, там вовремя успели, и тут вовремя. Но теперь все время надо доверенность брать. И как это все сделать? Я махнул рукой, пропадет или как? Но когда еще была квартира, я завещание везде сделал. И квартиру эту сделал на Загуляева Александра Сергеевича Дьякова. Это его жена Галя. Вот. Я сказал, это принадлежит им. Почему? У них квартиры не было. Я все время бабушек наших уговаривал. У кого есть квартиры, подпишите кому-то. Ваши дети не нуждаются. У них квартиры есть. Мне не надо увещевать, потому что, в первую очередь, я сам отойдя. Вот это все давно, давно подписано. Но его сейчас здесь нету. Дьякона там уже, он нашел другой путь, как бы пошел. И мне говорят, так его нету. Его нету, но я живой. Мое слово осталось. Я никогда слово не меняю, потому что нужды в этом нет. Он не враг. Он верит. Он где-то в старостильных греках. Это настоящая церковь. Она имеет хератонию. Он не еретик. И поэтому, я надеюсь, Василий говорил, вот найдешь, она тратит там на риэлтор, на других. И, ну, везде платить там, за доверенность и прочее. Сама сколько ездила туда-сюда, это сколько считает? Уже 8 лет. За 8 лет. И что останется, принадлежит им. И, наконец, это уже Господь так сделал. Вчера, позавчера, меня-то оттуда выписали и прописали. Я здесь прописан уже 2 дня. Я, оказывается, и здесь прописан, это не был. Вот. Зарегистрирована. А, посмотри. Это мой паспорт. А вчера они закончили. И у них за все, про все, опять человек, но то покупают-то не дома землю. Земля рядом, в центре-то. Продали. За сколько общая цена была? Ну, где-то 2 миллиона. Ну, может, по-моему. Осталось только 150. Прошу ради Христа принять. Саше, передать твоему драгоценному. Это так назначено. Это не мое. Заработок был мой, и я его дом купил, но я его облег. Если бы не Надежда Васильевна, этого ничего бы не было. Во славу Божию. Потому что это 7 лет это все ждало и ну и прочее. Вы нуждаетесь. Там разные ипотеки брали вас долгов. Было бы миллион, отдал бы миллион. Но у меня нету. Ну, машину сейчас купили 620 сколько тысяч отдали, да еще тут 8 на неделю. С ним 1 десятая досталось. С ним 1 десятая. Видите, как это Бог так делает. 1 десятая. Что, Надежда Васильевна? Она билась, билась ее. Я в это не верил даже, что что-то можно сделать. Я очень малодушный в этом вопросе. Я махнул рукой и ушел. А она, я болею не могу, а сама все едет. Спрашивает, не спрашивает меня. Оригиналы всех документов сдал я. Отойдите от меня, дайте мне помереть спокойно. Никак. И вдруг вот такое у меня получилось. Сегодня приходит и... То есть ты осталась не в накладе. Все нормально. Ну, все нормально везде. То есть это то, что осталось. От меня не зависело. Если у меня появятся большие деньги, вы знаете, что я сделаю. Первым делом куплю, барабашу новый комбайн. А Бог со мной удивительные вещи делает. Что, я сам не знаю, как машину, видите как. Денег вообще не собрали ни в рубля. А в течение полдня у меня деньги уже были. Больше 600 тысяч и купили машину. Теперь только рассчитывается. Попутно. Людмила Степановна, вы знаете, она у нас казакозначея. Вот. Ей деньги давайте. Как 100 тысяч накопится, мне отдадите. Как у меня сумма полная будет за машину, скажу, хватит. Дело в том, что мы все бросили на благовестие. Видите как, квартира эта, тогдашняя, там бабушки молились, церковь, все-таки она послужила во славу Божию. Это Бог так сделал. Это молитвы всех. Сашу поблагодоли за молитвы. Я говорил, но я ничего больше не мог сделать. Это так. Спасибо, Христов. Можно я скажу? Давай. Я хочу вас поблагодарить, вас и вашу вторую половинку за вот этот подарок. А еще больше хочу поблагодарить за ваши слова, которые вы сейчас сказали. И я их повторю еще раз. Игнатий Тихонович сейчас сказал. что мой муж не еретик, что он верующий. Я вижу, как некоторые брата или сестры даже с ним не здороваются. Мне это больно видеть. Я, я приглашаю в гости, они не идут. Если зайдут поспеш, поторопятся. Я не знаю, почему. Да кто же так может? У них настоящий епископат православный. тот знает. Я не буду назвать. А я сама напрашиваюсь к вам всегда. И меня не приглашаю. Он вас никого не обидел. Если кого-то обидел, пожалуйста, скажите. Мы с ним попросим перед вами прощения. Но я вас прошу, не выказывайте свое пренебрежение к моему супругу. Понятно? Все, что было как. Подлагодари его и поклонись от нашей общины. А мало того, еще отними и подсобуй. Галочка, Галочка, ты прости, что мы вчера быстро убежали. У нас дом подтопляет, вода бежит. Поэтому мы убежали вчера рано. Так, я закончу. С домом все закончено. Благодарю всех, кто молился. Я молил. Я только помогал в молитве. Все время она уйдет. Я на молитву, на молитву. Но у меня другой жизни нет. Я просто весь ушел в молитву. А уж примет Бог и примет. Там свидетельствует, разносят молву, там молитвы. Ничего этого не знаю. Я перед Богом стою. От меня ничего не зависит. Может быть, я воздух зря только пыль поднимаю. Но Бог отвечает. Я каждый раз удивляюсь. И при том отвечает настолько быстро, что я в таком удивлении просто стою и руками развожу. Уже все сделано. Теперь, вчера был родительский день. Сделали, чтобы не кричали здесь. Муха мешает. Вот. Я раздавал такая твердая бумага. Поднимите руку. Кто получил? Вот. Ее надо резать. Я показал, какие. Вот. Смотрите. Поднимите образец. А образец вот какой. Это 8 на 13 сантиметров. Но. А у нее один недостаток есть у этой бумаги. Держи-ка. Вот один недостаток. А она водоэмульсионной покрыта. И на нее наклеить нельзя. Она с двух сторон такая. Это мне дали там. Потом этот круги-то они мне там на земле стояли и пропали. Ну там, не нужно. Отрежете. У кого много, с кем-то поделитесь. Купите наждачной бумаги. Маленько ее пошоркайте. Каждую. Чуть-чуть вот так, чтобы риски были. Тогда клей захватят за это. Где у меня Андрюша? Где он принес? А мне Головач сказал. Там, там стоит коровая. Принеси мне. Давай. Принеси сюда. Сейчас раздадим резать уже. Что наклеивать? И далее у нас какие будут средства накапливаться? Я садел горючее, пропитание. Пропитание обязательно необходимо будет. Раскрой. Раскрой. Мы уезжать будем понедельно, как мы думаем. Если Господь благословит. От вас уже будет молиться. Что он сделал? Так, а что тут я не пойму? А что тут? вообще пластиковые папки. А что папки они? Это что? Это не что? А что они означают папки эти? Не знаю. Там в них листики хранят. Ну дай, дай. Наверное, складывайте. Надежда Васильевна. Надежда Васильевна. Так, ты вчера взял вот эти. Нате, помаленьку, смотрите. Надежда Васильевна. Так, отвлечься. Быстренько отвлечься. Ну мы еще не знаем, кому из-за разобрали, нам не сказали. Надежда Васильевна. Пусть. Смотрите сюда. Пусть. Положите. Так. Вам трудно, молчусь? Я сказал, что сделать. Положите на стол. Смотрите, у нас отпечатано. Все, помолчи. Приглашение в Вашей местной библиотеке. Считай слух. Приглашение в Вашей местной библиотеке Вы можете взять 38 книг православного проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Это толкование Нового Завета с комментариями о сегодняшнем положении в православной церкви. Ответы на различные вопросы и проповеди по Слову Божию на богослужение. Телефон, сайт. Все. Резать, когда будете дома, кто взял? Звухонимам, объясни. Они взяли, взяли. Она взяла. Но теперь правильно ли будут делать? Ты сказал, что наждачной бумагой Нет. Ну, все, ничего и нету. А зачем ты нужен тогда? Нет. Ты с пятой на десятой переводишь, я гляжу. Они опаздывают и не бывают. Смотри, она куда смотрит. Теперь, вот эти резать, которые надо там, резать только по одной. Если две, она смещается, и там буквы отрезаются, и ничего нет. Они вот как будут резать. Тут даже миллиметр нельзя никуда в сторону. Вот это раздайте, чтобы разрезали, дали тем, кто взял, и остальные принесли сюда. На, раздай. Прям пачками берите. Нам потребуется примерно 30 тысяч сразу. Понимаете? А Евангелие сейчас, я легки на гепателем. Так, дайте еще. Резать по одной, договорились. И потом наклеивать. Наклеивать, я говорил, как клей делать. Клей делать как? Две ложки высокосортной муки на стакан воды в холодном виде размешать. И потом, как блины готовят, чтобы на огне стояло до кипения, довозить дни на царе перемешать. Все. Клей готовый. Намазываю кисточкой, приклеиваю, потом друг друга и нажимаю, чтобы пузыри исчезли. Так. Кому еще? Ну, остальное здесь можно разобрать. У них есть. Для благовестия откладывайте от себя. Что будет? Я хочу спросить, церковную кассу скрывали, нет? Нет. Нет. Скрыть надо сегодня же. И что там есть на нужды больных? Там Алексей Семенович в больнице лежит. Нет, он же выписался дома. Дома? Дома. Аллилуйя. Теперь, деньги, какие останутся, где-то найдите куда? Семенович Степанов на благовестие. Это нам надо и на бензин, и тем, кто будут работать, они будут оторваны, не зарабатывают, мы должны им заплатить. Сколько, чего, это уже как Господь даст. Вам понятно? Всем, мало, кто щедро сеет, щедро пожнет. Вы видите, как Господь нам все это дает. Теперь смотрите. Мы у власти на особом учете. Сейчас был выбор президента, и мне поступает уважаемая Волкова Анна. Просят голосовать. Дальше. Никитина Евгения. Третьякова Юля. Где она? Передайте ей. Передайте ей. Так, приходь к Наталье, передайте. Она уж в Америке с детьми со своими возится, а все идут в повестке суда. И Фатеева Любовь. И Фатеева все. Я хочу сказать власти очень внимательны к своим документам. Отсюда сделаем и вот. У нас не должно быть нигде так называемых проколов. Вот сейчас пришла власть у вас, пожалуйста, регистрация, краевые отделы, пожалуйста, пожалуйста. Документы, чтобы к нам не было никаких претензий. Мы верующие, мы свет миру. За нами очень внимательно смотрят. Но просто опустить голову и ничего не видеть мы не можем. в интернете я нахожу один материал, который меня не просто встревожил, а шокировал и касается прямо нас. Я попрошу прочитать этот материал. Послушайте. Я вступление сначала сделаю. Вы знаете, мы неоднократно участвовали в помощи узника Христова Константина Юрьевича Душенова, главного редактора газеты «Усть православная». Это боевой морской офицер, награжденный правительством. Его арестовали три года далее. Что он там где-то как-то выразился об евреях плохо. Я на суде не был, но власть решила, значит, он сидит. Ну, жену его, как ее звать, Елена? Елена. Елена. Сын у него Иван. Сколько Ивана? Что? Ивану сколько? У нас с ней связь поддерживала Галина Ивановна. Поднимись, чтобы видели. Она туда ездила, в Санкт-Петербург с ним встречалась. У нас были сборы средств, притом немалые по нашим возможностям какие-то. Нам люди эти очень дороги. И вот этот человек сейчас показывает какие-то на нем раны, избитые. Я не могу сказать, это действительно ли так, но в интернете показывают. И он сейчас впереди всех нас идет. И бить его сегодня верующим это не только не позволить. Это подло.